Сбитый Байрактар в центре Орла, точнее его кусок. И это экспонат новой выставки, открывшейся в военно-историческом музее. Ее название «Непокоренные», хотя посвящена она не только Донецкой и Луганской республикам, но вообще украинской истории с момента, когда там поднял голову неонацизм и произошел отказ от советского наследия в общей истории братских уз. Как результат нынешний конфликт и приурочено открытие выставки к годовщине начала СВО. Здесь осколки боеприпасов, которыми бьют по Донецку, форма, шевроны, литература от украинских учебников до перебитой на Брянской границе на заставе попавшей под обстрел книги памяти Орловской области. Собранная здесь от волонтеров, от тех, кто ездит за ленточку, в том числе от орловских военных из ВЧ-03-013. Байрактар и Тушка это 03013, вот с их музея, вот любезно предоставили экспонаты, да. Ну они же на боевом дежурстве постоянно, с их помощью много чего позбивали. Будем постоянно собирать экспонаты, не только освещающие события, но и самое главное сохранение памяти о погибших. Другая часть выставки – фото нашего земляка, когда-то сотрудника местного телевидения, а ныне оператора центральных каналов Александра Карлова. Он с 2014 года бывает в командировках на Донбассе. Самое жесткое здесь не вошло, потому что на самом деле много таких жестких кадров со смертями. Допустим, есть такие кадры, да, таких кадров очень много в Мариуполе, когда заходишь куда-нибудь в многоквартирный дом, все эти квартиры там выжжены, и вот кто успел, тот ушел, а кто не успел, ну естественно, лежат там трупы завернутые в одеяло, ну просто нет родственников, некому похоронить. А у кого есть родственники, тех хоронили прямо возле подъездов, то есть были такие стихийные братские кладбища. Было страшно на самом деле, страшно потому, что во всем городе каждый дом – это был крепость. ВСУ, НАЦБАТы из каждого дома сделали огневые позиции. Поэтому людям было непросто там выживать, люди находились в подвалах, по гуманитарным коридорам многим запрещали выходить, люди являлись как живой щит там. А те, кто пытался уехать, несмотря ни на что, были расстреляны. Я это видел, как машины там на въезде в город, они просто по обочинам стоят, расстреляли машины там с людьми. Ну, людей уже на тот момент убрали, машины остались. Что поразило тогда в городе, это город полностью закопченный был. Это от постоянных взрывов, от горения. И люди тоже были закопченные, они были такого серого цвета. Причем от этой копоти было тяжело даже отмыться. Выставка свернется только в конце апреля. Хотелось бы, чтобы поскорее разрешилось и то, что стало ее первопричиной. Но, кажется, у выставки будет продолжение. Субтитры сделал DimaTorzok